Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как Похудеть. Я хочу сказать спасибо всем людям, которые оказывают огромную поддержку. Всем, кто подписался, всем, кто пишет комментарии. Это действительно очень важно для меня. Спасибо вам большое. Для меня это очень ценно. Надеюсь, я смогу помочь вам, подтолкнуть каким-то мыслям. Итак, сегодня у меня не просто видео, а видео с реквизитом. Я думаю, каждый знает, для чего нужны кухонные весы. Конечно, ведь если мы начнем считать калории, а еще лучше белки, жиры и углеводы, наш вес уйдет. Мы наконец-то возьмем под контроль свое отвратительное нутро, урезоним свое жирное тельце, и нас ждет впереди счастье. Спойлер. Счастье омрачается некоторыми вещами. И почему-то я не стала счастлива на подсчете калорий. Во-первых, не похудела. Это то, что отнимало просто мою жизнь. Итак, давайте так. Я сначала расскажу о личном опыте, а потом мы поговорим уже о каких-то конкретных вещах, общих, которые на исследованиях, на опыте других людей, с которыми я, естественно, ознакомилась. Я худела много раз, срывалась много раз, именно поэтому я достигла своего веса 120 кг. И один из последних методов, который я опробовала на себе и на своем муже, это подсчет калорий. Когда один из моментов, когда очередная диета кончилась, я снова растолстела, не знала, что делать, понимала, что конца крайне видно, я, как и многие, увидела вот эту голубую мечту. Ты ешь все, что хочешь, считаешь калории и всего-то взвешиваешь еду. Это просто. Есть калькуляторы. Ну, я не буду углубляться, все знают, что для этого все есть. Начали мы это дело делать. Естественно, нужно питаться 5-6 раз в день, раскладывать еду по контейнерам, готовить детям отдельно, а себе и мужу отдельно, есть по расписанию. Причем не тому расписанию, которое удобно, а то расписание, которое быть должно. Сказать то, что это было тяжело, это ничего не сказать. Сказать, что моему мужу это не нравилось, это тоже ничего не сказать. Но так как он, во-первых, тоже был толстым человеком на тот момент, во-вторых, что он просто видел этот огонь безумия в моих глазах и понимал, что эта сумасшедшая женщина просто не отстанет от него, и что для сохранения безопасности и хоть какого-то шаткого мира в нашей семье ему придется жрать странную еду с этих контейнеров. В общем, мы начали. Конечно, продержались мы недолго, потому что я не могла, а сейчас, пройдя свой путь, переосмыслив весь подход к похудению, я понимаю, что я не хочу посвящать всю свою жизнь огромное, просто мега-часы своей жизни еде. Потому что это для меня сейчас, я думала и думаю про это очень много, один из вариантов, как все счастливые семьи счастливы одинаково, и каждый несчастлив по-своему. Так и у нас людей с лишним весом, либо с другими проблемами пищевого поведения, потому что мой вес был 120 килограмм, и, соответственно, у меня было расстройство, не, то, что было и есть, да, расстройство пищевого поведения, с которым я учусь жить, улучшать свое качество жизни и не впадать в крайности. В крайности зажора, разжора и взрыва жира, и в крайности я голодаю, считаю все, ем через весы и каких-то сумасшествий. Я поняла, что для многих людей это просто оборотная сторона этой монеты, либо это, можно сказать, еще кривое зеркало, потому что с одной стороны ты вот такой плохой, ты жрешь, а есть вот такая сторона, ты не жрешь, ты постоянно считаешь калории, думаешь о том, какое составить тебе меню, чтобы впихнуть. Естественно, так как это искусственно насаждаемые, созданные рамки, ты, как человек, который страдает от того, что для тебя это не является твоим, как бы, да, таким желанием, у тебя есть желание похудеть, у тебя нет желания сделать этот бред своим образом жизни. И ты думаешь, как бы ухитриться, и в калорийность впихнуть бы шоколадочку. И таких вот моментов становится все больше, и в конце концов я сталкивалась, моя семья сталкивалась с тем, что я просто не могу, потому что мы люди, бывают разные. Я болею, заболел ребенок, ты не спал всю ночь, у тебя вот такие вот глаза, ночью к тебе приезжала скорая, ты там откачиваешь ребенок, ну, просто вот было, да, когда маленькая Злата была, 2-3 года, ее рвет, ты с ней там с тазиком иной, какие нафиг калории вообще просто. И всегда что-то происходит, потому что это для меня, я считаю, для многих людей является слишком строгим, и просто из-за того, что это слишком строго, происходит срыв. Потому что, нет, возможно, кто-то и может прожить всю свою жизнь, считая калории и раскладывая еду по контейнерам, но я так не хочу, для меня это не вариант счастливой, полноценной, качественной жизни. Для меня это просто еще один из вариантов расстройства пищевого поведения. И, знаете, интересно, я когда сейчас готовилась к этому видео, я открыла похудеть на подсчете калорий отзывы. А на сайте iRecommend у этого метода похудения, у этой диеты, можно так сказать, рейтинг 4,6. Куча восторженных отзывов, все моментально похудели, пишет женщина, которая является сертифицированным тренером. И она рассказывает о том, что она худела на 850 калориях. 850 калорий ел взрослый человек и делится своим, мать его, позитивным опытом с другими людьми, с людьми с проблемами, которые хотят похудеть и которые могут тоже начать 850 калорий. От этого они минимум только растолстеют, а максимум могут быть летальные исходы, потому что это очень-очень-очень опасно. Я это прошла сама, это полностью расстраивает все пищеварительные системы, и весь организм просто. Почему-то она не писала, или может быть, что у нее там начали волосы лезть кулаками, или еще что-то происходить. И вот в этой бесконечной череде восторга, как они прекрасно научились всю свою жизнь посвящать подсчету калорий, раскладывая по этим баночкам, этим каким-то калькуляторам, вот всему этому посвятить свою жизнь, да в топку такую жизнь. Мне такая жизнь не мила была. И из-за этого я так страдала, потому что мне не мила была моя жирная жизнь. Со всех сторон мне говорили, что ты можешь похудеть только на этом, что если ты не можешь посчитать калории, ты ленивая, ты такая, ты сякая. Я сама-то знала, что я такая сякая. Я же видела, что я вею 120 кг. Значит, я в натуре такая сякая, если я не могу с этих банок нормально жрать. На рекоменде только часть, очень редко вкрапления отзывов были о том, что так как человек растолстел, то есть у него уже были проблемы с пищевым поведением, и подсчет калорий подвел их к еще большему расстройству пищевого поведения, вплоть до анорексии. И таких отзывов очень мало. Я вам могу сказать, почему. Потому что люди, которым это не помогло, как минимум, а навредило, они просто сейчас не могут написать отзыв на рекоменд, потому что они пытаются привести себя в порядок, вернуть себя и свое тело к нормальной жизни, вернуть себе месячные, потому что если ты не ешь, и ты женщина, то у тебя не работает твоя эндокринная система, не работает пищеварительная система, и это просто страшно. И я хочу, чтобы вы задумывались об этом, не видя эту обложку, потому что это такой же огромный бизнес. Вот я открыла, как это, завела свою страничку в Инстаграм, и куча людей, естественно, сразу они увидели, что у меня в профиле написано, что я худею, похудею, что я похудела уже, и мне пишут люди, рассчитаю колораж, рассчитаю меню. В нашем городе очень много сейчас появилось тоже сервисов, которые вам прекрасное, здоровое, суперздоровое, втройне здоровое питание, рассчитанное идеально, которое вам обязательно должно подойти, и вы прям сразу начнете худеть, и всю жизнь до жопы будете счастливы жрать с этих банок, пришлют домой. Только почему-то на это огромные цены, и все упускают момент, что это огромнейший, огромнейший еще один бизнес, и что это очень, очень, очень выгодно большому количеству людей, которые на этом зарабатывают. Это выгодно тем, кто продает спортивное питание, для того, чтобы вы смогли набрать свою норму белков. Ребят, спортивное питание, да, уже в самом слове кроется. Спортивное – это для людей, которые занимаются спортом, для которых их тело – это инструмент зарабатывания денег. В этом нет ничего абсолютно плохого. У каждого свой путь. Но какое отношение я, толстая больная женщина, имея к спортивному питанию? Да никакого, как к балету, я вот ничего общего не имею, это как к спортивному питанию. Могу только мимо магазина этого пройти безопасно. И вам, кстати, советую. Это выгодно производителям каких-то там супер-батончиков, либо хлопьев, которые, заменив которыми, один прием своей пищи, вы наберете нужную калорийность, и все, что только нужно. И это очень страшно, потому что голоса тех, кому плохо, голоса тех людей, кому это сломало здоровье и жизнь, они теряются вот в этом бесконечном просто извергающимися изо всех СМИ, изо всех соцсетей в восторге. Потому что, еще раз, если бы подсчет калорий помогал людям, все люди бы на земле похудели и были бы счастливы. А для меня это, знаете, как что-то, что опять отделяет ваше тело плохое, которое не может само для себя понять, что ему нужно есть. Хотя это не так, я поняла это на своем опыте. И вы, знаете, как голова профессора Доуля, то есть вот вы в таком вот вакууме, и туда вы вот впихиваете какие-то необходимые просто питательные вещества, чтобы вот жизнедеятельность поддерживалась. Либо какие-то, знаете, мне рисуются, когда я про это думаю, какие-то космонавты, то есть какие-то ужасные, абсолютно категорически крайние случаи. И я хочу, чтобы вы про это подумали, увидели это с другой стороны, что ненормально всю жизнь думать про еду. Именно из-за того, что я все время думала про еду, то в одном плане, чтобы сожрать, то в другом плане, чтобы не сожрать, как бы лучше просчитать, я и стала весить 120 килограмм. И вам нужно понять, что это может быть просто опасно. Это на самом деле так. И как любой метод, этот метод может вам не подойти, может вам не подходить, может вам навредить. И это абсолютно нормально. И очень важно, чтобы люди видели информацию эту со всех сторон. То есть не то, что это прям супер и всем помогло, как нам пытаются донести адепты. Для меня это, знаете, как секта, что если ты не считаешь калорий, ты неудачник, ты слабак, а я-то смогла. И это говорит человек, который весил очень много килограмм. «Окей, если ты такой крутой, что ж ты в свинью превратился, в такую же, как я? Свиньи все равны, ребята!» И эта секта пытается вас затянуть, потому что любая секта – это заработок денег. Заработок денег на вашем здоровье, на вашем благополучии, что немаловажно, не только физическом, но и психологическом здоровье. Потому что путь к похудению идет через изменение образа жизни, через внедрение верных, полезных для организма, для тела пищевых привычек, в ослаблении давления на свое тело. Потому что, когда я ела какие-то гамбургеры, майонез, колбасу, пельмени, все подряд, на ночь, какие-то сладкие напитки пила, это давление на мой организм. Но когда я не ем, когда я какие-то непонятные качели, карусели, фейерверки, с питанием устраиваю в другую сторону, это тоже давление на мой организм. И он был настолько измучен, что мне понадобилось два года. И до сих пор я не до конца пришла к тому, чтобы полностью избавиться от срывов, избавиться от последствий, которые после диет у меня остались, как у многих. Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом. Мне будет очень интересно ваше мнение, что вы думаете. Возможно, опять я одна такая, кому этот метод не помог. Просто я сегодня, это на самом деле очень страшно, читала много отзывов людей, которым это очень сильно навредило. И я хочу, чтобы вы это знали. Поэтому поделитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы знать о том, что вышло новое видео. С вами была Мария Миронеевич. Всем любви и добра!